Выходные на лыжах. Сотни любителей зимнего вида спорта объединили соревнования по лыжным гонкам на призы главы Чувашии Михаила Игнатьева. В индивидуальных дисциплинах мужчины и женщины стартовали в субботу, а в воскресенье семейные эстафеты. Одни короче, другие длиннее. К выбору лыж Татьяна Белова подходит основательно. За час до старта пробует лыжню. Так она проводит отпуск на малой родине, представляя на соревнованиях в Урнарский район. Две пары, вот из них, остановлюсь на одной из них. Какие покажутся приятнее под ногой, на тех и побегу. А так, в принципе, особо такую морозную погоду, как бы изощряться с маски нет смысла. Погода не только заставила участников утепляться и подбирать лыжи, но и внесла коррективы в расписание стартов. По правилам соревнований мы обязаны, если погода более 20 градусов мороза, мы обязаны контролировать соревнования. И поэтому мы перенесли на полчаса. Сейчас где-то градусов 16-17 и спокойно можно организовать соревнования. Из года в год количество участников растет, как и число приезжих ветеранов и любителей лыжного спорта. В этот раз на старты заявились представители Республик Мариэл, Татарстан, Саха, Якутия. Приехали из Кировской и Мурманской областей. Вы просто не можете без этого вида спорта. Спорт для вас и для ваших семей уже в Мурман жизни. Это на системной основе, ежегодно, традиционно мы уже проводим эти соревнования. Среди мужчин практически 11 стартов. Среди женщин тоже 11 стартов. Я помню, два года назад ветераны просили нас, чтобы включили дополнительную номинацию. Раньше было 70 и старше, а сейчас у нас есть старт 76 и старше. Самому возрастному любителю 89 лет. Пимен Петров не пропускает ни одного соревнования. Его деревянным лыжам 81 год. Чуть моложе Алексей Богданов, ему 73, а по внешности и не скажешь. Многие удивляются, как-то мне другой раз 60 лет дают, там-то еще молодежь, удивляются. Как это? Я говорю, вот мне столько лет. Потому что спорт-то очень помогает. Я многие болезни себе сам вылечил, как бы сказать. 30 лет я бросил, 40 лет вот по новой начал. Весь больной был, вот все, вылечил себя столько из-за спорта. Очень сильных много сейчас у нас, в нашей группе много сильных мастера спорта, ребята есть. Пять километров свободным стилем – мужская дистанция. У женщин немного меньше – три километра. Три, две, одна, марш! Спортивный праздник продолжился и в воскресенье. На трассу спортшколы Олимпийского резерва номер два вышли с семьями. Мастер-класс юным участникам дал глава Чуваши Михаил Игнатьев, перед стартами опробовав лыжню. В эстафете первыми на дистанцию 400 метров отправились дети. Затем вдвое больше бежали мамы, а папы, преодолев полтора километра, финишировали. Да, мы каждый год участвуем уже. Как вот начались соревнования практически с того времени, это буквально 5-7 лет уже, да? Ежегодно участвуем во всех соревнованиях, по ветеранам тоже бегаем. У нас старшая дочь тоже тренируется, мы с ней бежали, но она сейчас выросла, поэтому не бежит. Она в другом городе нас учится. Да, сейчас со средней бежим. Со средней бежим. Скоро маленький подрастет, с маленьким будем бегать. Всего же семейная лыжная команда разыграли награды в пяти номинациях. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Валерий Резюков, Республика.